Миллионеры, есть ли они в Азербайджане? Возможно кто-то усмехнется в этом заголовке моей статьи. И скажет какие миллионеры, ты лучше спроси, а сколько их у нас неофициально объявленных этих миллионеров и немалое количество миллиардеров. Но этих наших богачей вы не найдете ни в одном международном списке предпринимателей и бизнесменов в журналах типа Forbes. Я просмотрел их несколько, но ни в одном их так и не нашел. Но там есть наши соотечественники из бизнесменов и предпринимателей в основном из России. Такие как Гот Ниссанов, Арас Агаларов, Тельман Асмаилов, Вагит Аликперов, Фархад Ахмедов и другие. Есть также такие же бизнесмены-миллионеры из азербайджанцев также в Турции, Украине и других странах. И все они зарегистрированы как официально успешные бизнесмены и предприниматели в тех странах. И это все прозрачно отражено в международных финансовых журналах. Для интереса посмотрело количество армянских успешных бизнесменов в этом списке. И их оказалось немало, аж более 600 человек. Которые успешно ведут свой бизнес и всегда помогают своей бедной и вечно клянчущей родине Армении. И скорее всего, только с помощью этой поддержки и трансферов со всего мира, Армения и держится на плаву. Но меня также удивило то, что в Армении есть гласные бизнесмены-миллионеры и даже миллиардер по кличке Тупой Гага Гагик Царукян. После чего я начал просматривать страницу под названием «Миллионеры Азербайджана». И не поверил своим глазам. Не то что миллиардеры, но и миллионера официально нету в Азербайджане. Но тогда спрашивается, откуда у наших бывших чиновников даже в ранге министров такие скандальные примеры коррупции в миллионах и даже миллиардах. Конечно же, по «закону» наши гощиновники, начиная с министров и кончая низшего звена, не имеют права заниматься бизнесом. Так же, как и депутаты тоже. Но это по закону. Но на самом деле именно эти министры-олигархи, высокие чиновники-монополисты и депутаты-бизнесмены стали настоящим катастрофой для будущего Азербайджана. Которые в последние 30 лет превратились в касту «неприкосновенных» и считают, что им дозволено и далее грабительски и растаскивать страну ради одной своей цели – харамной наживы. И за эти 30 лет, эти наши в основном чиновничьи аппарат разных уровней приспособились только к одному. Вы скажите, что служению государству и народу? Конечно же нет. У них на уме только одно – как бы побольше урвать из госбюджета страны, и таким способом многие министры и другие чиновники негласно стали миллионерами и миллиардерами. Хотя по закону они не имеют права заниматься предпринимательской деятельностью, но им законы не указатели и они негласно стали совладельцами огромных недвижимостей, богатств не только в нашей стране, но за рубежом также. И тому свидетельство недовольства их деятельностью президента страны, прессы и самое огромное в соцсетях. Которые завалены бесчисленными фактами грабительства, в подрыве экономики и финансового института страны. Есть у нас азербайджанцев такое слово, как тамах. Но оно у наших этих негласных богачей просто ненасытное. Хотя эти самые чиновники и другие тамахкары во время 44 дней Отечественной войны исчезли и их не было видно и слышно. Но сразу после окончания войны, они все повылезли из своих нор и вновь принялись отравлять кровь не только народу, но и нашим воинам-героям, Газьям и семьям шахидов. Со стороны этих чиновников было столько оскорбительных и бесчеловечных поступков, что порой казалось, что война не окончилась, а продолжается с этими нашими чиновниками, которых народ называл в глаза армянами. И не успев нарадоваться победе нашей доблестной и героической армии над армянским фашизмом, как с начала Нового года, наши чиновники приступили к новой атаке на азербайджанский народ. А такие как Гархмазы, Ровноги, Джахангеры, Зия, Муслимы и другие высокопоставленные чиновники просто совесть потеряли. Ну как можно в несколько раз поднимать цены на основные потребительские услуги типа бензина, солярки, воду, авиабилеты и другое. А с ним соответственно поднялись цены на многое в сфере продуктов, одежды, лекарств и много другого. И это при том, что надбавки к пенсиям и зарплатам намного уступают им. И вообще, о какой социальной справедливости можно говорить, если небольшая кучка этих чиновников непомерно обогащается, а большая часть населения все больше и больше беднеет. Где уровень зарплаты и пенсии не соответствует нормальному уровню жизни. А наша страна богата своими недрами и полезными ископаемыми. Тогда почему мы не живем, а существуем? Выходит, что наша нынешняя система управления себя не оправдывает, с ее прожорливыми хапугами всех уровней. Которые привыкли только растаскивать бюджет страны по своим закромам. И пора президенту страны приступить к решительным реформам в постнефтяном для страны пространстве. Пора эту свору коррупционеров и казнокрадов разогнать, а отличившихся наказать по их заслугам. А иначе они и нашу страну доведут до уровня Украины. Когда их коррупционеры и казнокрады довели Украину до того, что она не могла себя защитить, но и до сих пор Украина не может оправиться от этого удара. Конечно же наши пяти колонны оживились в лице Рамезов, Гудротов и других. И постараются не дать нашей стране приступить к реальным реформам. Ведь они не служат своему народу и государству. А своим хозяевам. Но главное в их мечте жизни, в виде доллара. Нужны реформы почти во всех сферах системы управления государства. А главное в ее прозрачности. Нам также нужно обновить законодательное собрание. Так как нынешнее совсем не отвечает требованиям народа. Где в основном собрались не депутаты, а бизнесмены. Одним из первых нам нужно нарастить производственную мощность не только на обшироне, а по всей стране. Одним словом во всех сферах науки, технологиях, образовании, а главное в социальной сфере. Так как наши граждане являются нашей главной заботой и нашим богатством. А остановить эту негласную атаку на нашу страну со стороны этих грабителей и коррупционеров из пяти колонны поможет президенту наш героический народ, победитель. И 44-х дневная война показала это, когда вся эта шушера папряталась в своих загашниках. Вот эти воры и коррупционеры народных денег и стали у нас харамными миллионерами и миллиардерами. Они это деньги заработали не в поте труда и своих способностей. А сидя в чиновничьих креслах, расхищали фактически наши деньги и достояния наших следующих поколений. И наконец, надо спросить у всех этих так называемых слуг народа, откуда у этих чиновников взялись многомиллионные виллы и другие недвижимости. И ни одного десятка. А если не будет реформ, то соответственно будет усиливаться социальное напряжение в обществе. Чего, видимо, добивается эта чиновничья свора и пяти колонна против интересов нашей страны, тем более поле этих несопоставимых с нашей реальностью в повышениях цен. Где эти наши депутаты, бизнесмены и чиновники-монополисты постоянно нам напоминают о ценах в западных стран. Но никогда не упоминают о празднице в зарплатах у нас и на Западе, так что если посмотреть на все эти скандальные материалы в гос и соцсетях, то окажется, что наших этих богачей вне бизнеса намного больше, чем каких-то жалких 600 армянских. И, видимо, журнал Forbes завидует нашим негласным богачам-чиновникам и поэтому не печатает их имена. Но мы то знаем, что они у нас есть и их очень и очень и мало. И напоследок хочу закончить словами одной страны, Всевышний, храни Азербайджан от этих коррупционеров и грабителей. Автор Габель Мерзоев.